друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенской дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры случку на него и обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж мои хорошие мы с вами начнем обсуждать лёлькин вчерашний вечерний стрим да друзья мои там есть что обсудить будем обсуждать несколько будет у меня на этот ролик на этот стрим несколько моих обзоров лёлька уселась на стрим как всегда в образе нацепив себе на голову косынку видимо опять голову не мыла ну несколько дней а может быть и того больше серьезная такая знаете сидит прям вся из себя и тут же начала разыгрывать спектакль прям вот не отходя далеко никуда от кассы да пойду говорит в аналитику ой говорит что же я хотела посмотреть пойду говорит в аналитику в аналитику ютуба посмотрю когда же я получу свои заветные 100 долларов на ютубе зарплату ну ребят знаете вот честно мне как блогеру который всю эту кухню прекрасно знает да так скажем в том числе изнутри поскольку я получаю зарплату с ютуба да мне вообще смешно это слышать смешно во первых потому да что вот знаете это все смотрится лично но никто не выходит на всеобщее обозрение не начинает смотреть аналитику ютуба что же я там получила вот ни за что не поверю в то что у нее не нашлось времени дабы посмотреть какая у нее зарплата и сколько она заработала за предыдущий месяц это раз но во вторых друзья мои какой дурак вот реально поверит в то что боберуха не заработала даже 100 долларов мы все прекрасно знаем да приблизительно сколько она могла заработать и так далее в то что она не может вытащить даже да там даже 100 долларов нет а если нет 100 долларов соответственно в этом месяце ты зарплату не получаешь да то есть надо набрать как минимум 100 долларов чтобы тебе а могли выплатить зарплату от ютуба но кто в это поверит в то что у нее не заработано и 100 долларов она говорит да 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 говорит вот я сейчас посмотрела и вот мол типа все по нулям говорит и феврале все по нулям говорит да вот говорит перед новым годом я получала последнюю зарплату от ютуба беру к чему трендишь самый хлебный месяц ни для кого не секрет это месяц декабрь то есть соответственно за декабрь ты получаешь в двадцатых числах января там плюс минус один два дня да разные бывают моменты бывают какие-то накладки но не важно за декабрь месяц самая большая зарплата на ютубе самая большая соответственно ты в двадцатых числах января должна была получить эту зарплату поберу ну хватит уже в конце концов но я прекрасно понимаю для чего все это дело делается для чего все это говорится прямо вот при всех на стриме мол посмотрите я сижу гол как сокол опять по нуля представляете не поберу не представляем что у тебя по нуля да ты конечно совсем как говорится уже обнаглела ты совсем уже обленилась просто в край да потому что ты не хочешь снимать ролики тебе конечно значительно проще сесть на стрим включить свою дуду извечную двести двадцать пять раз одно и то же и ждать как говорится ждать что тебе просто будут отправлять деньги конечно это значительно проще не жалеть и снимать пилить свой контент на это все равно надо тратить и время и силы да ну и многие другие моменты и поберуха это прекрасно понимает в любом случае у нее есть ролики на ютубе она нет нет доснимает даже два ролика в неделю вот и посчитайте ребят вот и посчитайте да плюс у нее просмотре не 10 и не 15 и не 20 тысяч в ролике а значительно больше по этой причине слушать вот это вранье слушай как тебе не стыдно врать ты та самая которая там башкой билась в лавре я молилась я слезы лила я туда я сюда слушай как тебе не стыдно вот это одно сплошное вранье ребят вот знаете я вот все время поражаюсь людям которые постоянно извините за выражение пиздят вот мне все время хочется спросить вам легче так жить вы живете в каком-то выдуманном придуманном вами мире да вы постоянно врете вы завираетесь вы потом сами себе противоречите вам уже потом никакой блокнот записывать туда правду матку не поможет потому что вы уже заврались в конец поэтому поберуха не удивляйся что до сих пор никто не верит в то что нет ну не никто конечно так нельзя говорить да но многие из нас до сих пор не верят в беременность кто-то верит кто-то не верит да кто-то на распутье находится почему потому что человек уже не раз был пойман на вранье если бы не было таких моментов да если бы не было таких ситуаций то как бы никто бы даже не подумал о том что такой ситуации можно знаете вот обманывать людей лишь бы только сделать себе контент а мы прекрасно понимаем что поберуха из той категории людей которая любит делать контент даже просто соврав и придумав многие истории она горит ну да да говорит вот у многих блогеров у блогеров она сказала не у многих а у блогеров в этот период типа январь и февраль такое голодное время да правда поберуха так ты уже определись то значит у всех блогеров в это время голодная да голодный период времени нифига не заработать то ты нас постоянно обзорщиков обвиняешь в том что мы такие сволочи вот на мне зарабатывают там аж двадцать пятнадцать или тридцать каналов каким образом мне просто интересно каким образом мы можем зарабатывать на тебе когда наши просмотры значительно меньше твоих просмотров то есть если да вот просто следуя логике ты нифига не зарабатываешь на ютубе соответственно мы вообще просто даже даже нам ста долларов не видать как говорится как собственных ушей не то что там за несколько месяцев за год наверное не видать по беру сама ты не устала от собственного вранья и несостыковок абсолютно во всем но еще момент который мне безумно нравится и на который я стараюсь всячески раз заострить внимание я не зарабатываю на ютубе 100 долларов кричит поберуха мне никак не заработать опять по нулям опять опять я ничего на ютубе не заработала да тогда ответь мне на элементарный вопрос который я задаю уже в миллионный раз какого хрена ты тогда каждый раз требуешь чтобы твои говно ролики смотрели посмотрите два раза посмотрите три раза посмотрите десять раз посмотрите 50 раз на кой фиг тогда тебе вот вот мышиная возня когда ты ничего не имеешь зачем зачем объясните мне пожалуйста кто-нибудь поберуха у тебя мозг есть серое вещество включая уже в конце концов свои серые клеточки как говорил эркюль пуаро в конце концов давай уже как говорится уже давай серьезно подходить к делу что значит если ты просишь чтобы тебе смотрели пишите это продвигает на кой фиг тебе надо что-то продвигать когда по твоим же словам ты там по нулям сидишь те да другой бы уже если было по нулям ну нормально адекватный бы уже давным-давно бы свалил бы и стал бы заниматься чем-то другим особенно да мне ну еще можно как говорится вот так вот знаете побаловать себя да просто 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 так провести спокойно время ты говоришь о том постоянно что у тебя 10 детей что тебе надо их одевать обувать кормить воспитывать за все платить что там сидишь раз у тебя все по нулям ребят в общем устала завралась сама себе во всем противоречит далее ребят вообще не менее интересный момент не очень понравилось давай перечислять вот что она проснулась значит пять утра мы с вами ее телеграм-канал уже обсудили вчера да как раз таки про пять утра уйм говорит все успела сделать столько дел переделала горит прям довольная собой я горит вы знаете ужин приготовить успела и даже говорит приготовила несколько вариантов ужина и давай перечислять что она приготовила несколько мол а видов ужина солянка ну да тюре говорит картошка и, говорит, вареного мяса, говорит, а мясо, говорит, наварила, отварила очень много, его использовала и на первое, и на второе. Поберуха, ну так, на минуточку, солянка – это первое блюдо, это вообще, это суп, да, который у нас в нашей стране принято подавать к обеду. Нет, его, конечно, можно съесть вечером, да, при желании, по возможности и так далее, но у нас принято все-таки супы подавать к обеду, это раз. Картошка, как ты говоришь, пюре, это гарнир, тупая твоя голова, это гарнир, он подается в качестве гарнира, картошка подается к основному блюду, а основное блюдо – это мясо, курица, рыба, ну, блин, я думала, что женщина, которой 37 лет, у которой 10 детей, которая кричит о том, что она уже беременна очередным, должна это понимать, у нее несколько вариантов, друзья мои, ужина, несколько вариантов ужина, поберуха, вот тебе, к примеру, это котлеты с пюре, раз, плов, два, допустим, да, голубцы там с чем-нибудь еще и так далее. Вот это несколько вариантов ужина. То, что ты перечислила, ты просто отварила мясо, это мясо бросила, да, в солянку вместе там с колбасой, и еще это мясо бросила своим детям к пюре. Все, на этом все, что ты там приготовила-то, я вообще в шоке. Далее. Далее Лелька рассказывает о том, что, говорит, вы знаете, вот еще поехала за репетитором. Она говорит, ну да, кто-то, говорит, конечно, будет задаваться вопросом, а зачем вам репетитор, если дети хорошо учатся? Знаете, Лелькины дети, конечно, вундеркинды знатные, они, конечно, очень талантливые, Лелька всегда об этом говорила. Мне просто интересно, когда, как давно Лелькины дети стали хорошо учиться? Насколько мы помним, проблемы с успеваемостью были и у Дани, были и у Софии, да, да, и у Саши были, и тут вдруг, друзья мои, произошло чудо. Уже детям не нужен абсолютно никакой репетитор, все, они уже, как говорится, на своей волне, но Лелька объяснила все-таки, по какой причине она нет-нет, да, привозит репетитора домой. Она говорит, да, репетитор очень хорошо подтягивает моих дошколят. Она имеет в виду Матрону и Настю. Говорит, Настя даже уже читает. Ребят, не знаю, я не видела, как Настя читает. Я помню прекрасно тот ролик, который был несколько месяцев тому назад, когда Матрона с Яковом пытались как раз-таки читать. Пытались, да, у них были некие попытки с Лешкой Картошкой. Они там, значит, типа занимались, это было нечто. Вот когда я смотрела на Матрону, да, которой вот должно исполниться пять лет, и которая, они сидели там, они вообще не могли ни гу-гу, ни бум-бум сказать. Кого там подтягивают постоянно, я не знаю, но, в общем, да. Посмотрим, какие, как говорится, там будут сдвиги. Ладно. Далее Лёлька начала рассказывать, но ей же все пишут, что Оле, конечно, вам срочно необходима помощь, вам срочно нужны работники, вы же остались одна, но кто-то до сих пор верит в то, что она осталась одна. Ребят, понятное дело, что нам не показывают никого, но в то, что она осталась одна, лично я не поверю, знаете, по одной простой причине, потому что я прекрасно понимаю, что если бы она действительно была бы одна, то мы бы наблюдали истерики с вами каждый божий день. И потом, она же говорила о том, что с ней сейчас находится Федя. Но Лёлька сказала о том, что ей нужна обязательно семейная пара, да, которая приедет, муж будет работать на управе, на хозяйстве, а жена будет, соответственно, значит, работать в доме. Лёлька рассказывает и объясняет, что, мол, так и так, вот сейчас у них проблема на хозяйстве. Она говорит, нужно срочно вычистить навоз, надо, кого-то мне срочно искать из местных, дабы вычистили навоз, потому что там ее приходящие работники, значит, там кто-то заболел и так далее. Лёлька, ты же рассказывала нам о том, что Федя у тебя остался дома, что он якобы, по твоим словам, не полетел с кормящей медалисткой и с Лёшкой картошкой. А что Федя не в состоянии взять и вычистить навоз? Это что-то сложное, то есть это под силу мужику, которому там 45 лет или 55 лет, но не под силу здоровому лбу Федя? Ребята, согласитесь, как-то странно, правда? Ну и далее. Далее она, значит, решила похвалиться. Сколько же уже собрали на новую кухню? Она говорит, вы знаете, вот собрали уже 73 тысячи рублей. Ну и что, друзья мои? А Лёлька, конечно же, обеспокоена той ситуацией, которая произошла с Мариной. Ей опять пишут в комментариях про Марину. Она говорит, все, давайте закроем эту тему, начнем с того, что эту тему открыла ты. Не мы ее открывали, если бы ты даже ничего, как говорится, если бы ты ничего не говорила, никто бы эту тему даже не обсуждал, да? Ну, Лёлька сама, сама все рассказала, сама все там прям в подробностях описала. А теперь, знаете, я, не я, как говорится, я ни в чем не виновата, да? Заканчивайте, типа, вы сами болтать. Ну, все, ребят, все. Вот мы вчера с вами смеялись, смеялись относительно стратегического объекта. А вот действительно, теперь у Лёльки будет, знаете, самый настоящий стратегический объект. Теперь попасть к ней на работу в качестве работника, помощника, это все равно, что перейти к границе, друзья мои, да? Она говорит, все, теперь я серьезно буду относиться к приему на работу новых сотрудников. Говорит, все, прям, говорит, на пороге дома. Я буду требовать, требовать, подписать, значит, вот этот вот документ о неразглашении. Прям, говорит, при входе буду спрашивать все необходимые документы медицинские, там всякие разные и так далее. Тут же, говорит, кстати, ребят, она сказала, что установит камеры. Она говорит, вот позвоню завтра, говорит, и узнаю, пусть мне обсчитают, сколько это будет стоить, чтобы стояли везде камеры, чтобы я все везде видела. То есть, смотрите, ребят, на камеры, получается, опять же, денежки есть, да? То есть, она, это не дешевое удовольствие, но Лелька считает, что это абсолютно нормально, да? То есть, на камеры есть денежки, на все, про все денежки есть, ну, а на помощников, конечно же, собираем. Она говорит, да, и запрещу пользоваться, значит, своим работникам вот этими телефонами внутри, ну, в моем доме, в моем доме. Она говорит, во дворе, пусть там звонят, пусть что хотят делают, а в доме, говорит, запрещу. Только, говорит, кнопочными телефонами, дабы никто там ничего не снял и никакой компромат на Лельку не насобирал. Но опять же, ребята, согласитесь, о какой-то прозрачности, как Лелька всегда говорила, я прозрачна, я чиста, я перед вами, как белый чистый лист бумаги, тут, конечно же, говорить нечего. Сама поберуха своими вот этими моментами, да, подпиши документы неразглашений, как раз-таки говорит о том, да, и кричит буквально о том, что, конечно же, она не так проста, конечно же, она, вот, знаете, делает какие-то вещи, которые делать не стоит, да, незаконные вещи и так далее. По этой причине она боится, чтобы вся эта информация вышла на всеобщее обозрение. Мне стало смешно, когда она сказала, теперь я прям с порога буду спрашивать документы, всякие медицинские справки и прочее. Лелька, так это же до этого говорила, что ты с порога их спрашивала. А еще ты говорила, что тебе вот те сотрудники, которые живут, бог знает где, да, которые ехали к тебе в качестве работников, что они тебе отправляли эти документы. То есть, ты уже знала все их подноготное, сейчас она рассказывает о том, что она с порога. То есть, представляете, да, пришел к ней человек, приехали тоже, бог знает откуда, она с порога, значит, посмотрит, ага, вот такого-то документа не хватает, значит, все, срочно, так, все, уходим, да. Ребят, ну, смешно. То есть, сначала говорит одно, потом говорит другое, послезавтра говорит третье, и, конечно же, конечно же, она сказала, все, хватит, и я вот слишком, я доверчивая, я вот слишком такая вся святая, больше я так доверять не буду, буду держать, конечно же, обязательно человека на расстоянии, я, начальник, а ты, нет, не дурак, но работник. Ребят, ну, что хочется сказать, хочется ей показать себя вот такой святушей, я вот такая, я ко всем с добрым сердцем, нет, поберуха, здесь дело, здесь дело абсолютно по-другому обстоит, я прекрасно понимаю, почему ты кругами начинаешь, ходить вокруг этого человека, которого берешь к себе на работу, потому что нет никакого делегирования обязанностей, ты просто все взваливаешь на плечи этого человека, и ты сама это прекрасно понимаешь, и ты понимаешь, что не ровен час, человек просто не справится, человек просто сломается, да, ну, пусть не через неделю, не через две недели, но через месяц, через два, через три, по этой причине у тебя такая текучка, какая текучка, Вот то же самое здесь. Поэтому она все прекрасно понимает. По этой причине она и пляшет вокруг этих работников. Ой, я и Василька там заказала, и того заказала, вот, пожалуйста, и так далее. Потому что она сама умоет руки, уедет куда-нибудь, свалит из дома и сутками где-то пропадает. А эта работница, та же по дому, та же помощница, обязана вылезать там абсолютно все, обязана там приготовить абсолютно все. Еще ее вот эти вот ведра, да, намыть на молочку, еще там что-то и просепарировать, еще и с детьми погулять, детей одеть, постели собрать, разобрать. Это, ну, это каторжный труд. И все это прекрасно понимают. В том числе это понимает прекрасно сама поберуха. Ну, ребят, а теперь хочу ответить на вопрос, да, который часто, вот, часто пишут. Я отвечала на него миллион раз, но мне, в принципе, не без проблем. Я могу и в миллион первый раз ответить на этот вопрос, когда мне пишут Галя. Неужели вы можете предположить, что Шуриков в Туровке нет? Да ведь он сто процентов там. Ребят, вы знаете, я уже много раз говорила о том, что сколько людей, столько и мнений. Я точно так же много раз уже говорила после 2 февраля, когда Лелька 2 февраля нам озвучила о том, что Шурик ушел. Я уже миллион раз на эту тему говорила и сказала, что я могу поверить как в то, что он ушел, да, потому что, ну, человек может поступать так, как он считает нужным. Я могу поверить в то, как он ушел, и я могу поверить и в то, что он находится в Туровке. И мне, по большому счету, да не по большому счету, мне вообще абсолютно плевать с высокой колокольни, где он там находится. Но знать наверняка может только те, могут только те, кто живет в доме в Туровке, в доме у Поберухи. И вы тоже не можете знать наверняка, что Шурик 100% там. Вот 100% может знать только Поберуха и те, кто с ней проживают в этом доме. Все. А высказывать мнение каждый имеет право. И не надо никогда навязывать свое мнение. Вот я, когда высказываю свое мнение в обзоре, я его высказываю, да, я никому не навязываю свое мнение. Я прекрасно понимаю, что сколько людей, столько и мнений. Поэтому давайте уважать другое мнение. Даже если оно отличается от вашего, это не значит, что оно неправильное. Это значит, что оно другое. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Продолжение следует. Всех целую и обнимаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал. Всем, кто ставит лайки. Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую и всем пока.